Весь сентябрь в Алтайском крае держатся высокие цифры по заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе ряды заболевших пополнили еще 29 тысяч человек. Около 50% заболевших взрослые. Риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, боковирусы – вот виновники недомогания и больничных листов. На начало сентября, например, на бригаду неотложной помощи у нас было порядка 100 в день обращений. Обращений сейчас возросло в порядке, в разы, можно сказать. Так, например, на 11 сентября было, например, 220 обращений, на настоящий момент более 300. Также возросла и нагрузка на бригаду выездную. У нас в обычные дни, например, было обращений около 15 именно с диагнозом ОРЗ, сейчас около 40. Вирусы гриппа в Алтайском крае пока не регистрировали, ни сезон. Хотя такие случаи по стране уже есть, что необычно. Начало сентября – не такой обычный период. Всегда мы это отмечаем чуть попозже, в октябре-ноябре, циркуляция вирусов гриппа. В этом году циркуляция началась пораньше. В целом по стране регистрируется в Якутии и в Санкт-Петербурге. Несколько случаев, по-моему, 14 вирусов гриппа нашли. К сезону гриппа в крае готовится с 12 августа. Именно тогда началась прививочная кампания. Каждую неделю от гриппа прививают до 20 тысяч человек. Всего свою вакцину получили 380 тысяч жителей региона, а в планах привить 60% населения. Сегодня мы должны реализовать с вами все вместе федеральную вакцину, желательно до наступления декабря месяца. То есть часть X мы должны привить максимальное количество людей. И вот здесь почему-то возникает двойное дно у чемодана. А дальше? А можно ли? Можно правильнее расставить акценты и эту вакцину использовать действительно до начала регистрации заболеваемости гриппом. Также врачи советуют в период подъема заболеваемости вспомнить про старые добрые маски. Это касается и тех, кто болеет, и тех, кто болеть не планирует. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.